Четвертый и шестой. Соболя жемчуга и любовь не покупают. В оркестровой яме готовы к прогону. Никаких фонограмм, все вживую. Композитор Андрей Кротов написал музыку специально по заказу театра. Его супруга Нонна – либретто. Эта музыка, скорее всего, носит изобразительный характер. Потому что все-таки у Островского характерные роли, характерные герои. Есть ритмы, похожие на танго. Совершенно мало ритмов, которые связаны, скажем так, с вальсом. Может быть, ритмы такие ближе к каким-то… Ну, рок – это, наверное, слишком сказано. Иными словами, современное прочтение пьесы 19 века. Декорации и костюмы – тоже некий микс прошлого и настоящего. Режиссер уверен, несмотря на то, что между публикацией пьесы и постановкой мюзикла прошло больше века, сами люди не сильно изменились. Человек проверяется там, да, и искушением деньгами, и любовью, и какими-то, может быть, важными приоритетами в жизни. Я попыталась сделать такой ход через материальное. Я ввела в действующее лицо деньги. И вот как раз через эту энергию, мы очень сильно зависим от испытаний, какие проверки проходят все абсолютно персонажи, какой итог у этих персонажей. Ну, вот, пожалуй, вот это очень сильно хотелось, наверное, донести. Репетирует традиционно двумя составами, но главный герой все же будет один. Жадова играет молодой, но уже известный зрителям музыкального Андрей Булгаков. Материал он назвал сложным, все-таки классика, но герой ему близок. Прежде всего, идеалами и мечтами. Да и возраст у актера и героя одинаковый. Потом, когда происходит у нас второй акт, и он у нас женится, вот тут интересно, вот тут интересно, как он переступает через свои идеалы, как он это делает ради своей любви, и сможет ли он от этого отказаться, сломает ли это его, и как он с этим будет бороться, вот это для меня интересно, вот это борьба. В театре уверены, что мюзикл в двух действиях зрителям тоже будет интересен, и ждут на премьеру с 8 по 10 апреля. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.